Декор и благоустройство, безусловно, важная часть эстетики города. Однако, наряду с обычными украшениями при домовой территории, существует загадочное явление, в народе именуемое коммунальным артом. Это ироничное название объединяет в себе уникальные творческие решения и трэш-поделки из шин, бутылок и буквально всех предметов, которые попадаются под руку. Такие малые архитектурные формы в интернете уже давно прозвали «жек-арт». Таких белочек, зайчиков и мишек уже давно можно увидеть по всей России. И Барнаул – это не исключение. Но если кому-то такие скульптуры кажутся милыми и забавными, то для кого-то выглядят даже немного жутковато. В основном «жек-арт» создают местные жители. Но иногда стремление украсить двор исходит от коммунальных служб. Когда сотрудники «жека» берут пласть в свои руки, во дворах появляются бетонные статуи, которые, по идее, должны веселить местных ребятишек. Но архитектор Александр Дерин говорит, что такой пережиток советского прошлого только портит внешний вид местных дворов. Это не то, что не развивает вкус людей, вообще вкус к жизни, к удовольствию. Они просто порождают какой-то не то, что хаос, а это просто на все это грустно смотреть. Поэтому, конечно, этим, по идее, должно быть, мне кажется, так. Нужно начать с чего? Должен быть вообще разработан дизайн-код. Дизайн-код города. Дизайн-код, возможно, отдельных районов. Должна быть каталогизация вообще малых форм, которые... Это должно быть прописано, возможно, в правилах благоустройства города. В Барнауле целое множество дворов, которые украшены мастерством местных жителей. Например, один из них – двор на Чехачева-14. Он даже попал в видеоролик блогера-урбаниста Андрея Елбаева. Но недавно коммунальные службы посчитали двор опасным для уличных игр. И все аттракционы оттуда убрали. Второй мой любимый кейс – это Барнаул, улица Чехачева-14, где Владимир Бутуков, бывший военный офицер, построил площадку из подручных материалов. То есть он рассказывал, что он ходил по гаражам, по знакомым собирал старые рули, материальные машины, нерабочие телевизоры. Какие-то деревянные вставки, бревна. И он рассказывал очень забавно, что бывший военный офицер, он приказал себе сделать так, чтобы, смотря в окно, он восхищался тем, что дети лазят по его, собственно, сделанной спортивной площадке, то есть детской площадке. Он так и сделал, выполнил приказ. А это двор на Нахимова-8 – вообще местная легенда. Здесь жительница Татьяна уже 7 лет занимается благоустройством придомовой территории. Однажды подумала, что детям будет скучно гулять на обычной площадке с качелями, и начала творить. Со временем Татьяну поддержали соседи и помогли украсить двор. Детям вообще как нравится. Детям нравится, когда ветерок, они колышутся, а маленькие это само подходят, рассматривают, трогают. Жек-арт – это направление, где нет эстетики и форм. Нередко эти странные скульптуры становятся героями мема в соцсетях. Но, может быть, пора уже уйти от этого замысловатого творчества. Маргарита Гартунг, Александр Антропов, Александр Лизратов. День с толком.